вот посмотрите на ситуацию своими глазами все машины на парковке значит все люди сидят дома в основном в большинстве люди стараются все таки сейчас никуда не ездить надеюсь все успели заранее закупиться сейчас все сидят по домам в основном ну естественно какие-то жизненно важные организации все-таки работают всем привет друзья меня зовут валера и вы смотрите видеоблог сибирского парня из сша сегодня мы с вами продолжим говорить о коронавирусе я вам расскажу какие новости в америке и конкретно в нашем штате пенсильвания произошли за последние дни в связи с ситуацией из-за коронавируса в прошлом своем видео я рассказал о том что президент трамп и администрация президента трампа приняли решение поддержать жителей сша и раздать разослать всем чеки на 1200 долларов взрослым и на 500 долларов на ребенка сразу же после того как я это видео загрузил я получил некоторые письма и от друзей также некоторые комментарии где люди сказали что уже этот проект не прошел конгресс не пропустил и уже денег этих не ждите то есть я подумал что пока записывал видео монтировал и выложил что информация стала уже не актуально сегодня появилась новость что в принципе все это было сделано не зря и торопиться не стоит администрация президента трампа смогла договориться с демократами которые сначала не пропускали этот закон и помощь людям будет то есть есть информация что эти чеки люди все-таки получат и чеки положены всем людям не только гражданам сша не тем кто является citizen of united states да но и всем остальным то есть даже нелегалам но которые платят налоги будет положена эта помощь кроме того что будут выплаты произведены всем жителям сша еще обещают выделить деньги также на поддержку малого бизнеса на пособие по безработице и на льготное кредитование для индустрии которые более всего пострадали в результате этой эпидемии коронавируса нельзя сейчас точно сказать что этот проект будет принят единогласно потому что несогласные уже есть губернатор нью-йорка выразил свое несогласие с этим законопроектом более половины всех случаев коронавируса в сша приходится на нью-йорк и нью-йорк нуждается в большей помощи чем какие-то другие регионы и города соединенных штатов америки если у вас истекают официальные документы вам нужно было что-то продлевать например если у вас истекает действие вашего driver license вот в случае с дальнобойщиками как раз у меня истекает сейчас медицинская справка потом нужно будет менять свой commercial driver license который выдается на два года все государственные организации в связи с эпидемией коронавируса закрыты поэтому естественно будет отсрочка никто не будет штрафовать за то что у вас кончилось действие медицинской справки или водительского удостоверения и официальные документы вы сможете продлить или получить позже после того как этот карантин закончится какая ситуация у нас пенсильвании значит правительство нашего штата продолжает призывать людей чтобы они оставались дома чтобы они ездили за продуктами например не чаще одного раза в неделю потому что ситуация ухудшается когда я вам выкладывал видео 23 марта количество заболевших в нашем штате в пенсильвании было 644 из них 6 смертей вчера количество заболевших было 851 и 7 смертей и сегодня уже 1127 заболевших и 11 смертей по нашему штату кстати хотел еще добавить что слухи информация о том что америка не подготовлена к этому вирусу все это оказалось абсолютной правдой потому что у нас многие знакомые работают медсестрами медбратьями в разных госпиталях и они подтверждают то что элементарно не хватает масок не хватает перчаток то что в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких поэтому сейчас в русскоязычных группах в фейсбуке все все постят просьбы о том чтобы люди делали донейшн чтобы люди пожертвовали если у кого-то есть маски перчатки что америка в китае заказала аппараты искусственной вентиляции легких теперь немного позитива сейчас мы вам еще покажем чем мы занимаемся дома когда мы на карантине что давайте а сейчас мы покажем только покажем я не успела а сейчас мы покажем чем мы занимаемся дома пока мы на карантине а пока мы на карантине мы решили заказать а сейчас мы вам разные как ну заказать чем ещё заниматься на карантине как не пробовать что-то интересное новое решили заказывать вино от first ыв это компания которая специализируется на продаже вина онлайн и у них была очень хорошая скидка на первый Первый заказ на 6 бутылок вина получил 43 доллара. Тебе присылают 6 бутылок каждые 2 месяца. Ну, то есть это стандартно. Также можно изменить на раз в месяц 6 бутылок или раз в 3 месяца 6 бутылок. Сейчас с вами откроем эту коробку вина и посмотрим, что там внутри. Кстати, я ее обработала спиртом, санитайзером, чтобы избежать коронавируса. Надо открыть теперь. Пока папа с Мишелей играют, мамочка будет открывать. Они, кстати, просят тут сделать, попробовать вино, сделать рейтинг, поставить рейтинг, написать свои впечатления. И из своих предпочтений можно следующий бокс будет собрать. Так. О, это интересная газета. Да, это как газета о вине. О регионах разных пишут, откуда вино. Очень интересно, надо быть, почитать. Дальше здесь еще идет письмо. Алкогольные магазины закрыты, поэтому мы решили попробовать что-то новое и интересное. О, здорово. Тут о каждом вине идет открытка, о каждом вине написано, откуда оно. Это про наши вины, которые у нас шесть бутылок. Французская. Ой, интересно, какие красивые. Калифорнийское вино. Это вот фотографии виноградников, где выращивают, я так поняла, вино. Виноград. Так. И вот вы можете всегда изменять ваши предпочтения. Кто-то, я написала, что мы не любим очень сладкое вино, но вы можете в любой момент изменить это. Еще плюс можно выбирать. Они шлют, вот если стандартный набор, три белых, три красных вина. Но я изменила, чтобы одно белое и пять красных было. Потому что мы не очень любим белые вина. Так. Все герметично упаковано. Так, смотрим. И вот наше вино. Так, первая бутылочка. Калифорнийское. В 15-18-го. Мерлоу, Вашингтон. В 15-18-го. Вот белое вино, одна бутылочка. В 2018-го тоже, Венкач. Это тоже, по-моему, калифорнийское. Да, на, по-моему, калифорнию. Кстати, на, по-моему, калифорнию. Вверх со своими виноградиками. Есть на, по-моему, калифорнию. Есть такое вино, марка вина. Съездим бы в калифорнию. Там так красиво, наверное, в этих виноградик. Следующий Молбяк. Тоже Калифорния. И это французское 2018-го года. И последнее Мерло. Ну, а тут Мерло много прислали. Надо что-то будет менее насыщенное. В следующий раз заказать полегче. То есть, вы можете в любой момент просто изменять свои предпочтения. Что мы и сделаем. Привет, мои уважаемые и любимые подписчики. А также все зрители моего канала. Я про вас не забыл. Я в своем видео, которое называлось «Плюсы и минусы работы с напарником. Работа в Тиме». В этом видео я обещал разыграть еще одну открытку. Уже несколько открыток мы отправили. И вот еще одну открытку мы хотим отправить победителю. Там я говорил, что мы подарим открытку за рандомный. То есть, за любой комментарий, случайно выбранный генератором случайных чисел. Давайте посмотрим на комментарии под тем видео. Свой первый закрепленный комментарий я считать не буду. Будем считать дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот возьмем число десять. Открываем генератор случайных чисел. Выбираем диапазон чисел от одного до десяти. И выбираем случайный комментарий. Кто же у нас выиграет открытку? Номер восемь. Победил номер восемь. Открываем. Так, так, так. Кто же у нас под номером восемь? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Под номером восемь Абдулгафир Ахроров. Поздравляю вас. Абдулгафир, поздравляю. Вы выиграли открытку за комментарий под видео про работу в тиме, про работу с напарником. Я вам напишу. Мне нужны обязательно ваши контакты. Я вам отправлю открыточку. Напишите мне или в комментариях, или где угодно в инстаграме, в фейсбуке, где угодно. Ссылку на свой инстаграм я даю под каждым видео и также в роликах своих. Так что напишите мне или в комментариях под этим видео, или где угодно в ютубе, на почту, в инстаграме. И я вам отправлю открытку. Все, друзья. Спасибо всем огромное. Друзья, желаю вам, чтобы вы были здоровы. Все ссылки на источники, откуда я беру информацию, я оставлю под этим видео. Пишите свои комментарии. Буду продолжать держать вас в курсе. Будем вместе бороться с этой ситуацией, наблюдать за ней. Все новости я постараюсь вам рассказать по мере возможностей, по мере наличия свободного времени. Потому что я бы сейчас, конечно, мог с утра до вечера записывать и монтировать видео. Но у меня маленькая дочка, поэтому я этим занимаюсь только тогда, когда она на часок, на два ляжет поспать. Вот такое у меня есть небольшое время, чтобы рассказать вам о новостях и немного пообщаться. Всех очень люблю. Любите друг друга. Оставайтесь здоровыми. Побудьте дома. Побудьте, проведите время с семьей. Мы с вами обязательно увидимся. С вами был Валера и видеоблог сибирского парня из США. Пока.